Девушки отдыхают Так, сказала таким, голос здравого смысла Первые две минуты, а потом Ой, здравствуй, чё, чё-то я как-то Да-да, они как-то неожиданно Как-то идёшь, идёшь так, хопа Ещё у меня знаешь, у меня такой глюк был Мне показалось, что они как будто бы с этих спустились Со своих паутинок Сверху откуда-то Ну, может, когда-то и спустились, но не при нас Так, чё-то А, вот сюда Видим коуту, если кто-то не помнит Чтобы она спасла Кассиршу или в её окрестности Точнее, в окрестности, где она может обитать Да Всё, смотри, сколько сферок тебе надо Ну, зелёненькие-то как бы-то лечилки Поэтому, как бы, в принципе, нафига не Ну да, если так всё восстанавливается довольно-таки быстро Ну, это не такие враги, на которых могла бы плющить Колбасить и плющить Я всё тут закоулок хочу опять побежать Нафига, спрашивается Уже 300 раз тут уже Ой, дух-копье Ой, мечта В новом слоте Сохранилась я Молодец Растёшь прямо на глазах Такая армия идёт, такие прогулочным шагом Вообще-таки, заскучались Променаду на вечеринке, понимаешь ты Золотишко-золотишко-канделябр Золотишко-золотишко-канделябр Это мне вора напоминает Да-да-да Не спрашивай ничего, ладно? Не собиралась, хотя хотела, но немножечко про другое Не собиралась, хотя хотела Не, я хотела просто так упоминать то, что есть же и другие части серии Вор Ты их как-то планируешь вообще? А я, кстати, никогда не проходила Я тоже Ты зависла у меня на месте сейчас Да, у меня вообще была мысль, конечно Потому что отзывы просто шикарные Знаешь, что меня напугало, скажем так В какой-то момент То, что, например, Thief в Dead Day's Shadows Тридели какая-то Там 40 часов геймплея О, боже мой Ну да, ну ты что, старые игры Они, в принципе, в объеме очень часто были И причем, по-моему, 30 часов из них это сюжет Ёкарный, мама Ну да, я тебе говорю, старые игры, они такие А у меня еще мечта идиота пройти Хитмана В первую часть, потому что я их не проходила А мне как-то Хитман не вдохновил А Бладмани, вот я прям обожаю Причем последняя вообще полная фигня Ну, то есть, я не знаю, Абсолюшн Меня, наверное, помидорами тут закидают Но мне не очень понравилось, если честно То есть, я не люблю такой вот прям Такое все такое прям голливудское Все такое прям прекрасное, замечательное Выглаженное, выхолощенное, знаешь Пойдем Это что, я там грибочек хотела видеть Вот, а вот старые минуты было Бладмани, например И до этого, но вот эти вот предыдущие там Какой-то типа код, что-то с кодом связано И не помню, как называется еще части Ну, короче говоря, они очень классные По-расскому судя А ты был от Манини Гални Я вообще не в одно Хитмана Не-не, затягивает Это прикольно Не знаю, я посмотрела так чуть-чуть В свое время как бы прохождения Ну, буквально там, знаешь, две минуты Чтобы иметь представление Ну, как-то, знаешь, не вошло Это вот если бы в прошлом там, далеком Может быть, и да Оно как бы мимо меня прошло Так же, как и Том Райдер Ну, да Не доберись, как надо, Том Райдер Ну, и, конечно, лучше всего, наверное, на эмуляторах Знаешь, и с помощью Ну, то, что была возможность с геймпада играть Потому что На клавиатуре, конечно, это боль Я помню Даже тогда вот Хотя, в общем-то, никакой другой альтернативы не было Но даже тогда это было очень так хардкорно Особенно управление Ну, знаешь, нет ничего Тогда тоже Соборнее прохождение DevilMyCrowH3 На клавиатуре Я могу себе представить А я прошла Это было столько боли Игра еще такая сволочь длинная оказалась С повторением локаций Вот именно с того момента я начала тихо ненавидеть повторение локаций Понятно Понятно С ненавистного повторения Игра, конечно, офигенная Ну, конечно, мало чего раскрывается по поводу Агро Между Вирджилом и Данте Сейчас, кто-то скажет Не Вирджилом, а Вергилия В чем уперлась сюда Я не могу У меня организм просто не переваривает Слово Вергилия Меня прям бесит Самозвучение Мне больше нравится Вергил Не знаю, Вергилий как-то Как-то педобразно Ты имеешь в виду Такое, в смысле, американское произведение Да, Вергил Мне больше нравится Вергилий как-то Переведен был Вергилий А я, кстати, в Дэвил Марк Край вообще не играла Никогда В первые две я тоже не играла Говорят, вторая самая убогая В общем-то, она и есть самая убогая Потом, из-за того, что она была очень убогая Решили сделать, ну, своеобразный такой Как бы новый старт Ну, относительно, как бы, да В том плане, что я окунулся не вперед Потому что впереди что-то все плохо А назад именно в историю И, в общем-то, они не прогадали Третья часть, в общем-то, на данный момент считается самой лучшей Понятно В четвертой части там уже из Данте Нечего сосать было Потому что он уже крут, раскачан Ну, и он уже не растет Он уже сформировавшийся персонаж В общем-то Поэтому добавили для разбавления Скажем так, Неро Сделали его главным героем Ну, да, неплохо Там история любви и все дела Но дальше, ну, как бы Либо про Неро, но это уже не Devil May Cry Если опять про Данте Это опять одно и то же Одни и те же диалоги Одна и та же реакция На какие-то слова Со стороны, там, врагов Или потенциальных товарищей Ну, все то же самое Никакого роста персонажа Когда персонаж развивается За этим наблюдать интереснее И в одном случае это повторяется Просто события меняются Персонаж, все остальное остается Как бы то же самое То, что способности в Данте Тоже не меняются Они стараются Ну, переносить одни и те же Может с какими-то дополнениями И так далее Поэтому, как бы Перезапуск Я на него просто молилась И когда он вышел Мне он, кстати, очень даже понравился Там все так хорошо Переначали, сделали Параллели с реальным миром То есть, более так Как сказать Сбавили вот эту вот готичность Но при этом добавили Свой такой стиль Городской Мрачный Ну, нормально Мне очень хорошо шло Причем там очень хорошо Так посмеялись И над политикой И над местными вот компаниями И над всякими Кока-колами Вот над всем этим дерьмом Так Хорошо Раскрыли это дело И мне очень понравилось И мне очень понравилось То, что наконец-то Наконец-то Блин, первый раз В этой креплой жизни Нам показали Вообще, с чего Все началось Почему Данта и Вирджилла Поссорились То есть, как бы Нормально Раскрыли эту В общем-то Линию Да Ветку Ну, я, видишь Совсем не знакома С этим миром Вот поиграю в DMC Вот это последнее Вот Я думаю, тебе понравится У меня проблемы сильные Со слэшерами А че? Как у тебя Со словом Вергилий Примерно Не, слэшеры Я что-то вообще Прям Я, знаешь Я Даже не могу сказать Я, наверное, играла Конечно же Естественно Но я уже не помню У меня карта сдохла Что? Карта сдохла Сейчас здесь магазин Ну, мини-карта умерла А, ну, у меня тоже, кстати Вот этот кусочек Он не прорисовался Вот Я в какой-то слэшер Наверняка играла Я помню Отчего-то же у меня Сформировалось такое мнение Потому что я, в принципе Такой человек Который судит обычно На своем примере То есть мне надо Обязательно попробовать Мне трудно Прямо сразу так сказать Нет Не мою Я должна попробовать То есть Что-то я, наверное, пробовала Но я уже не помню Сейчас Подожди, убегай Я же в магазине А, ой Придует, придует Простите Блин, где он? Магазин пойдет Где был тот магазин? Да вот-вот-вот этот Хотя нет, стоп Подожди Я хотела просто продать Не нужно Потому что у меня тут Подкапливается чуть-чуть У меня, кстати, карта вернулась Да, у меня тоже Так, сейчас Я хочу просто посмотреть еще У меня тут есть несколько Вещичек Да, у меня тоже Ты пока говори дальше Что там А, да, я в общем-то Все уже сказала Ну что, да Что я не люблю Слушай Слушай, а давай я тебе Лучше буду говорить Что мне продать Потому что так неудобно Продавать, когда Вот этого списка Нет, нифига не видно Ну давай Тек Сейчас тогда я соображу А, геройские наручи В перчатках Угу Продать, да? Угу Панцирь убежища продать Панцир вершимости продать Нагрудник мужества продать В тапках Солератой ярости продать А солератой ярости Это не твои Угненные ли были? Да какая разница Они все уголь Так смысл их держать Ускоряющие саботоны Живучести Тоже нафиг Угу Тек В кольцах Ну вот это кольцо Морозная вершина Это можно бить Дриадой Вот это вот Все что не на нас В общем Угу Ну вот эти два Короче говоря Которые выглядят Как кольцо Нормальное Так Сейчас 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 В огнях Ам И сушеные угли Покорение И сушеные угли А Ага Бусики такие Шарики Угу Оно Оглушающие угли Огнемороза Вот это вот Искра Мороза А не Огнемороза Оглушающие угли И оглушающие угли Так Все да Так Сейчас Вот так Даже сделаю Мм И в этом Оглушающие угли Там оформление Оформление довольно Такое Необычное Я прям Что-то Как-то Там конечно Спойлеров К основной Этой Ветки пипец С самого начала Считай Да Пыталась Пыталась Реально Давно А я думала Я думала Ты совсем Не играла Не Я буквально Две минуты С самого начала Я даже Заставку начальную Пропустила Просто чтобы Посмотреть Неймплей Сам Процесс Не Не Она вообще Шикарная Мне кажется Тебе должно Понравиться Да не Мне определенно Понравится Но я пока Что к ней Морально Не готова Она такая Немножечко Хардкорная Но не Не слишком Честно говоря Вот в некоторых Моментах Уж намного Проще Чем Например Тот же Резидент Старый Или тот же Не знаю Ладно Томбрайтер Когда я не играла Я даже не знаю С чем еще сравнить Ну короче говоря Из вот этих Старых игр Олдскульных Где Геймплей Сложный Где управление Сложное Где Игры Объемные Сами по себе Понимаш Понимаш Тебя не смущает Что я здесь Про меню Ладно Ладно Беги А ты что-то так Я ковыряюсь Нормально Ты так мигнула Что я А ты просто Переодеваешь Мотки Все поняла А ты мигнула Мне показалось Что ты Вышла из него Но мы недалеко ушли Я вижу Куда мы ушли Ты пока иди Я тут Ковыряюсь Все равно По городу идем Ничего не произойдет Ну вот Я думаю Копья Забыли продать А черт Копья А больше не встретиться Нигде Можно Какого-нибудь Другого Продать Ну у меня там Посоха Копье Резвости Если что А нет По-моему Сейчас мы на выход Тоже будем идти Хотя Всем было очень интересно Мое меню Это королева Вроде ничего такая тетка, но только время покажет на самом деле. Но тетка ничего такая, адекватная. Но это не все, это не все. Наши новости не все не может быть. Джейн Касиндер является сына от старого кинга. Она сама сказала. Ты никогда не знаешь? Я всегда думал, что это просто румяр. Это изменяет вещи. Если Джейн Касиндер является сына от старого кинга, то она имеет право на трону. Наверное, она думает, что это ее право. Лучше ударить сейчас, пока она исчезла. Но армию нам все равно не дадут. Мы все равно вдвоем пойдем. Да, это вряд ли. Переходы? Может попробуем договориться? Похожие решили грохнуть. Что сейчас договариваться? А имеется ввиду, давайте попробуем договориться. В смысле, кто с кем? Мы с ней что ли? А я не поняла вообще. Или мы должны с ними сейчас договариваться о чем-то? Странный какой-то момент. Ну давай переходы, да. А, все равно нет. Ну, может какой-нибудь воевода он будет нести копье? Ну, я убью его. Доченько. Что здесь? А я не знаю. да я поговорю языком дубины и камня копье мушкетов у тебя уже столько этих мушкетов да так это у нас снаряжение а это у нас поручения теперь нужно обратиться к мастерам камера мост да идем скоро финаль правда еще ряженка остался до очнился 20 серий с ряженка я думаю 35 попыток и все у нас получится представляешь мы такие приходим сейчас и таких ха ха его и убили вполне возможно разы с десятого ха ха и убьем он будет как раз потому что ну на самом деле уровень то не слишком полный с тобой в 35-м то и цена на 5 уровня о кстати стоп 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 а да ты счет продать еще хотела ты я знаешь чего я выяснила как у меня проблема называется вы если продолжать проплете разговор про компьютерные проблемы у меня называется троллинг процессора когда он просто сильно нагревается и меняется чувство пропускает какую-то тактовую частоту что в общем из-за этого проект происходят такие прогрузы не знаю как с этим бороться пока надо что-то делать менять компьютер ну тогда у любой непонятной ситуации меняй компьютер в любой непонятной ситуации ложись спать да типа такого не у нас дело в том что у меня всего это я не знаю года наверно нету может быть год всего лишь понимаешь вот этот процессор надо поменять или или охлаждение бери продумать каким-то образом альдом облаживаешь да альдом облажит он точно а так на связь с космосом обеспечена прямой автобус хан-сельсия альдом облаживаешь альдом облаживаю альдом облаживаю альдом облаживаю мы не можем вернуться к стонебриджу обновлять наступной какого автобуса уши я уничтожила большинство логин уничтожила поля отомат и не все Ну все Файдер, где-нибудь что готовится-то уже? Умм, все серии готовились. Я капляму, я такая! Слушай, а давайте куда-нибудь придем и ты меня может тогда зачаруешь. Да-да-да, тюберю надо попробовать таким образом. Не, ну мы так и делали в общем-то. Ну да, у нас еще куча на самом деле этих флаконов, можно их вообще вообще убухать. А потом найти какой нибудь магазин с копьем и нам не хватит денег, потому что мы потратим все на зачарование. Ну да. Потому что это было в прошлый раз. То копьем. То копьем. Это была боль. Это была боль. Куда она пропала? Почему? За что? Волф. Оскар. Армия Оскаров просто. Надо же в какой-то веке меня в картинке показали. Замок и двор шпиля. У нас к серископ этой серии идет. 23 минуты. Слушай, может приостановимся и следующую двинем дальше? Или до конца бежим, пускай будет часовая. Часовая, ты думаешь, долго здесь еще будет, да? Ну я не думаю, что как бы мало. Что быстро, да? Ну, давай разобьем, да. Разобьем, да? Разобьем, да? Угу. Ну ладно. В общем, вот так вот мы решили, чтобы, в общем-то, следующая серия была полностью посвящена этому месту. Чтобы никаких вот таких разбоев не было. В общем, мы надеемся, что это небольшая такая пред... Ну, относительно предпоследняя по духу, скажем так, серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь, зовите друзей. И, в общем-то, увидимся с вами в следующей. Вполне возможно, если повезет, она будет последней, ну или предпоследней. В общем, подписевыми были Zip and Dezip to Seven Седьмая. Во всех, во всех своих ипостачах. Seven Dezip... Dezip to... Zip and Seven Седьмая. Да, да, да. Как титул, прям, практически. Выкрутилась на игры во всех своих ипостачах. Да, да, да. И Ира. У меня так скромно. И Ира. И Ира. В общем, ладно, увидимся в следующей серии. Всем удачи. Пока-пока. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok